СПЕРВО АДАВАЛ, ПОТОМ ОТБИРАЛ СПЕРВО АДАВАЛ, ПОТОМ ОТБИРАЛ В прямом эфире итоговый выпуск новостей на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Комполянский полицейский получил два года условно за то, что забирал премии у своих сотрудников и вымогал деньги у руководителя охранного предприятия. Следствие установило, что во всех случаях денежные средства бывший начальник районного отдела полиции присваивал. В итоге материальный ущерб потерпевших составил 51 тысячу рублей. Подробности у Екатерины Разины. Бывший начальник районного отдела полиции Камских полян 43-летний Ленар Садыков обвинен в превышении должностных полномочий. Эта история началась еще в 2012 году. Тогда Садыков воспользовался правом ходатайствовать перед вышестоящим руководством о премировании семи подчиненных. А затем собрал часть полученных сотрудниками премий на общую сумму 42 тысячи рублей. Органы предварительного следствия сделали все необходимое для того, чтобы доказать его вину. И я как гособвинитель в суде увидел, что они сделаны без нарушения добытой данной доказательства, без нарушения уголовно-процессуального кодекса. И предвзятости никакой не было. Объективно с этим согласился и поддержал государство обвинения в той форме, в которой следствие предоставило. В материалах дела подробно рассказано, как вначале бывший полицейский вынудил директора охранной фирмы заключить договор с одним из предприятий поселка, после чего все средства от доходов потребовал передавать ему. Позже у того же директора потребовал деньги под надуманным предлогом приобретения строительных материалов для нужд отдела полиции. В общей сложности он присвоил 51 тысячу рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы. В общем-то, то, что я и просил, какое назначить наказание, суд с этим согласился. И, значит, согласился с тем, что с учетом его личности и обстоятельств дела, значит, несмотря на то, что вину свою он не признал, все-таки назначили наказание в виде условного срока наказания, назначили мы испытательный срок. Два года условно – это не самое жесткое наказание. Вообще максимальный срок по статье 286 части 1 – 4 года лишения свободы. Известно, что Ленар Садыков ранее не судим. Свою вину мужчина так и не признал. Следует отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Сейчас бывший полицейский решение Нижнекамского городского суда решил обжаловать в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан. Так что все точки в этой истории расставят именно там. Екатерина Разина, Максим Липин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Борьба за придомовую территорию продолжается. На этот раз речь пойдет о парковке возле дома мира 58. Спор разыгрался между жильцами и страховой компанией «Росгосстрах», которая находится в этом же доме. В подробностях конфликта вникал Александр Акишин. Парковка или полоса препятствий – понять с первого взгляда невозможно. Но именно этот участок и стал причиной конфликта между жильцами мира 58 и страховой компанией «Росгосстрах». При таких узких зазорах сложно не только разъехаться, но и пройти. В итоге этот автомобиль отсюда уже не выберется, да и «Газель» сможет выехать лишь с трудом. Случиться такое может с каждым, но здесь это сделано намеренно. По крайней мере, так считает жительница дома, которая захотела остаться неизвестной. На протяжении 10 дней уже, где-то 10 ноября, руководитель и работники «Росгосстраха» намеренно блокируют автомобили жильцов дома. Такую ситуацию попала я, такую ситуацию попала водитель «Газели». Есть еще один водитель «Калина». То есть на доводы, когда к ним заходишь и нормально просишь отогнать машину, они говорят однозначно. Эта территория принадлежит «Росгосстраху», вы здесь не имеете права ставить. Эти фотографии были сделаны несколько дней назад. На них отчетливо видно, как некоторым машинам загораживают выезд. То же самое и на сегодняшних кадрах. Кто же все-таки прав в этом противостоянии, жильцы или страховщики? Я уже обращалась в управление жилищно-коммунального хозяйства номер 8, которое обслуживает мой дом. Обращалась в департамент благоустройства строительства и жилищно-коммунального хозяйства города. Юристы тоже подтвердили, что данный кармашек привязан к дому и является неотъемлемой его частью. И в соответствии со статьей 34 жилищного кодекса, я как жилец дома и пользуюсь данным правом оставлять здесь свой автомобиль. Но это мнение только одной стороны. Связаться с руководителем «Росгосстраха» сегодня нам не удалось. Но мы постараемся сделать это завтра. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Студенты, трудившиеся на автомойке «Роллес», получили свою заработную плату. Напомню, в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации ребята обратились неделю назад. По их словам, они около месяца мыли машины, работали по 8 часов в день. Руководство предприятия обещало платить по 15 тысяч рублей в месяц. Заработную плату им дали только после нашего вмешательства. Нам дали большую зарплату 3 700. Ну, каждому по-разному. Оттуда у нас взяли за первую заводу, как бы 50-50, дирекцию поделили. У всех там по штрафу еще было. И 300 рублей еще за форму взяли. Страшный случай на Бакиру-Манчет-9. Накануне, примерно в половине пятого утра, жильцы многоэтажки обнаружили безжизненное тело мужчины. Он лежал возле пятого подъезда. Тут же на место была вызвана полиция. Как выяснилось, это был 30-летний житель этого дома. Причина смерти пока не установлена, но на теле не было никаких следов насилия. Пятилетний ребенок стал случайным свидетелем убийства своего отца. 28-летний, неоднократно судимый Нижнекамец, ударил ножом своего знакомого. От полученного ножевого ранения парень скончался еще до приезда скорой помощи. Подробности в репортаже Лилии Егоровой. Трагедия произошла в этом доме на Гайнуле на 18. Об убитом молодом человеке соседи практически ничего не знают. Парень вместе с женой и пятилетним сыном переехали в Нижнекамск совсем недавно. Тут злополучный вечер. К ним в гости пришли старые знакомые. 28-летний Нижнекамец и его мать. Изрядно выпив, они поругались. Крики были слышны на весь дом. Там шумели. Женщина какая-то сына кричала здесь. А дочь что говорила, рассказывала? Ну, что-то шум слышали, что-то она сказала. И все, больше я не знаю. Во время ссоры молодой человек схватил нож и ударил им в грудь хозяину квартиры. В тот момент дома находился его пятилетний сын. Он стал главным свидетелем преступления. Спасти мужчину не удалось. От полученного ранения он скончался до приезда скорой помощи. На шум с нижнего этажа поднялся жилец данного дома, который является сотрудником полиции. И он, увидев происходящее, он на месте сдержал мать и вызвал скорую медицинскую помощь. Сейчас подозреваемый задержан. Молодой человек уже трижды был судим. Сейчас за убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. У погибшего парня остались ребенок и беременная жена. Лилия Горова, Евгений Лазаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Под вопросом остается судьба пятилетней дочери девушки, которая несколько дней назад совершила суицид. Органы опеки занимаются определением опекунов малышки. Напомню, известная в городе танцовщица 12 ноября повесилась в доме по адресу Меделеева 36. С пословом близких девушка решилась на такой шаг из-за отсутствия денег. Она в последнее время не могла найти работу. У Дианы осталась пожилая мама и пятилетняя дочь. Сейчас органы опеки устанавливают всех близких родственников малышки. Пока она живет с бабушкой и дедушкой, к слову, родители отца дочери уже интересовались оформлением опекунства. На человека лишь пять пачек гречки. Такую информацию сегодня распространили многочисленные интернет-СМИ со ссылкой на представителей российских торговых сетей. Об ограничении продажи этой крупы в розницу заявили сразу несколько гипермаркетов. Такая система установлена с целью сохранения товара для социально незащищенных слоев населения. Напомним, две недели назад гречневая крупа исчезла из магазинов, после чего она все же появилась на прилавках. Но продукт резко подорожал на 60%. Минсельхоз, в свою очередь, тоже сделал заявление. С их слов, золотой хотят сделать гречку спекулянты. Как там сообщили, гречки в этом году собрали в полтора раза больше, чем съедают россияне. И дефицита нет. Сушат картофель, варят металл. Осужденные четвертые исправители колонии трудятся не только для собственного блага, но и работают на экспорт. Сейчас на производстве трудится более 700 заключенных. А накануне у них появилось еще одно производство. Наш корреспондент побывал в режимном объекте. Ветераны четвертой исправительной колонии направляются за колючую проволоку туда, где провели большую часть своей жизни. Все они работали в производственных цехах. Сергей Соловьев ушел на пенсию в должности начальника предприятия. Говорит, за 8 лет многое изменилось. Увеличились ассортименты и объем продукции. Радует то, что в тяжелых экономических таких условиях предприятия все равно продолжают работать. Изменилась, конечно, номенклатура изделий, которые раньше выпускали. Мы больше работали с командом, для их нужд делали продукцию. Но сейчас ребята находят новые заказы, осваивают, я вижу, делают. Сейчас в колонии свыше 1300 осужденных. 700 человек заняты на производстве. Заключенные работают по 8 часов в день, в две смены. Осужденные упускают металлоконструкции, детали для КамАЗа, пищевую продукцию. К примеру, здесь изготавливают сушеный картофель. Сначала его моют, чистят, шинкуют на ломтики, потом отправляют в сушильную камеру. Высушенный картофель идет на продажу в другие исправительные колонии Татарстана. Его добавляют в различные блюда. Продукция эта востребованная, хотя и дорогая. В результате получается вот такой вот сушеный картофель. Цена за килограмм 110 рублей. Сотрудники колонии говорят, что цена такая высокая, потому что, чтобы получить 1 килограмм картофеля сушеного, нужно переработать 8 килограмм свежего. А это цех производства комбикормов для сельскохозяйственных животных. Он был запущен несколько месяцев назад. Здесь работает Эльмир Сакиров, осужденный за мошенничество. Он брал кредиты в банках и не отдавал их. За колючей проволокой 2 года. Через год собирается на свободу. Трудолюбивые заключенные, как правило, освобождаются по УДО. Средняя заработная плата заключенных составляет около 5000 рублей. Деньги начисляются на лицевой счет. Часть заработной платы идет на оплату коммунальных услуг, алиментов, питания. Все, что остается, осуждены тратят на покупку сигарет, продуктов в магазине, находящегося на территории колонии. Но это для них не главное, говорят сотрудники. Любой труд всегда помогает в исправлении человека. То есть человек, когда трудится, он забывает о своих каких-то проблемах. Опять же, материальная соинтересованность. И после провождения времени, то есть быстрее проходит срок. В планах руководства колонии расширение производства и объемов продаж. Как говорится, был бы спрос. Зарплату осужденных сдельны. А значит, если понадобится, работать они будут еще лучше. Лилигорова, Максим Лепин. Новости НТР. Накануне в Нижнекамске обсудили финансовый вопрос. В муниципалитете прошли публичные слушания по бюджету. Над его проектом начали работать еще в июне. Основной задачей при его разработке было повышение эффективности бюджетных расходов, их социальной значимости и удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культуры, спорта и ЖКХ. Сформирована расходная часть бюджета на 2015 год в объеме 4 млрд 366 млн рублей. Уже известно, что большая часть средств будет направлена в следующем году в систему образования. Бюджет города по своей доходной базе и расходным полномочиям является профицидным. Размер собственных доходов города составляет 1 млрд 390 млн рублей, а расходов 324 млн рублей. При вышлении доходов над расходами города в сумме 1 млрд 6 млн рублей, согласно статье 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, форма межбюджетных транслитов передается в бюджет района, что отражено в приложении 11 проекта бюджета города и приложении 6 бюджета района. Репетиция ЕГЭ. Завтра нижнекамские выпускники школ напишут пробное итоговое сочинение. Темы и сочинения станут известны за 15 минут до его проведения. Школьники будут писать работу около 4 часов, при этом ученику разрешается взять с собой черную гелевую ручку, документ, удостоверяющий личность при необходимости лекарства. Орфографический словарь будет выдан членами школьной комиссии. До Нового года еще больше месяца, но подготовка к празднику уже началась. Сегодня начали сооружать елки Новохитовой в сквере Лимаева. А Гульбонская выяснила, какой будет новогодний Нижнекамск. Работа идет полным ходом, у рабочих времени нет, даже наперекур. До вечера железная конструкция должна превратиться в настоящую зеленую красавицу. Задание ответственное и нелегкое. Зеленые пахучие ветви привязывают на каркас елки проволокой. Хвойные ветки, как и в прошлом году, специально привезли из леса. После завершения сборки зеленую красавицу начнут украшать. Кстати, о красоте. В этом году на площадке Вахитова не будет ни горок, ни лабиринтов. Вокруг 24-метровой елки будет большой городской каток. У нас в нашем городе должно выглядеть все богаче, чем в других городах. Наш город самый богатый. В нашем городе самый богатый, самый красивый. Я так считаю. И у нас лучше должно быть, чем у всех других. А вот елка на спорткомплексе юбилейной уже готова, украшена игрушками и гирляндами. В этом году новогодний Нижнекамск приятно удивит горожан, уверяют архитекторы. Правда, все секреты новогодней идей пока не раскрывают. Известно, что в этом году на одну елку станет больше. Поставят ее в парке нефтехимиков. Совсем скоро преобразится и проспект Мира. Появятся здесь ледяные скульптуры или же сам проспект засверкает гирляндами. Пока неизвестно. Сейчас эскизы уточняются, а идеи дорабатываются. А вот яркий красный шар останется на прежнем месте. Уж больно по душе пришелся он нижнекамцам. Что еще будет в сквере Лимаева, таифовцы пока держат в тайне. Айгули Блонска, Ренат Харасов, Максим Липин. Новости НТР. В Нижнекамск прибыл шейх из Египта. В центральной соборной мечети преподаватель одного из древних университетов страны Пирамид Ахмед Шериф прочитал курс лекций для мусульман города. Основная тема – актуальные вопросы исламского вероучения и права. После лектор отправился в Альмитевск. К слову, там он тоже обменяется опытом и знаниями с татарскими богословами. Мне очень здесь понравилось, что есть и студенты, и устазы, которые занимаются и любят исламским образованием, преподаванием и обучением. Как сохранить свои сбережения и нужно ли срочно скупать иностранную валюту? Мнение нижнекамцев и специалистов в свежем номере газеты «Нижнекамское время». А также читайте, реально ли найти любовь за 7 минут. В Нижнекамске стали популярны быстрые знакомства. Как, где и когда они проходят. Корреспонденты также расскажут о том, что в сфере исламского бракосочетания собираются навести порядок. В номере есть также и полезные советы о том, как хранить сухие фрукты и как справиться с капризами ребенка. И напоследок. Завтра специалисты Управления Росреестра по Республике Татарстан в рамках единого дня консультации будут помогать нижнекамцам в вопросе оформления прав собственности на недвижимость. Прием пройдет в многофункциональном центре по адресу Школьный бульвар 2А. А вот по телефону, указанному на экране, на звонки будут отвечать госрегистраторы и земельные инспекторы. А в нотариальной конторе по адресу Мира 50 с 9 до 6 часов вечера будут проводиться бесплатные консультации по правовому просвещению детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на тему семейное трудовое законодательство, наследственное право. Ну а далее вас ждет спортивный обзор и новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Завтра мы увидимся в 10 часов утра. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Очередная порция слухов. Состав хоккейного клуба «Нефтехимик» может пополнить белорусский форвард. Всероссийских соревнований с целым комплектом наград. Нижнекамцы приняли участие в состязаниях по спортивным бальным танцам. Об этом и не только, а сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Только до 30 ноября скидка на линолеум и ламинат до 15%. Приобретайте в магазине «Колорит» город Нижнекамск. Вокзальная 13А. Телефон 40606. 40606. Хорошая спальня – это красивое постельное белье и качественные постельные принадлежности. Прикоснитесь к любой вещи от «Бель-постель». Почувствуйте вкус предстоящего удовольствия. Доверяйте своим ощущениям. Удовольствие от «Бель-постель». Торговый центр «Сити-Мол», второй этаж. Он покорил мир. Мир аплодировал стоя. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Республики Башкортостан. 28 ноября. Дом народного творчества. 19 часов. Зима капризна, как и мода. Салон «Дебют» предлагает элегантное пальто на любую погоду. Теплой комфорт. Вам подарят уютные ткани. Велюр, альпака, кашемир. Новая зимняя коллекция 2015 порадует вас стилем и яркими красками. Здесь всегда рады видеть вас. Салон «Дебют». ТЦ «Барс-2», второй этаж. Аренда 600 рублей за один квадратный метр. Телефон 8-965-628-1034. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. По данным иностранных СМИ, хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал форварда очередным новичком Нижнекамского клуба стал Вячеслав Андрющенко. Белорус начинал в Южном Урале свой сезон, где провел один матч. Затем перестал попадать в состав команды и перешел в Альметьевский «Нефтяник». В 13 матчах за фарм-клуб «Нефтехимик» он сумел набрать 12 очков. Хоккеист хорошо знаком с Владимиром Крикуновым. Под его руководством Андрющенко выступал на турнире «Евро-челлендж» в составе сборной Беларуси. Нижнекамские танцоры стали лучшими на всероссийском турнире по спортивным бальным танцам. Состязания под названием «Хрустальная туфелька» проходили в Откинске и собрали представителей 32 танцевальных клубов со всего Поволжья. Честь нашего города на турнире отстаивали сразу несколько пар. Кому из ребят удалось успешно показать себя, Аделя Сиразова продолжит. Я говорю, повторили? Да. 28 лет? Да. Еще раз. Даже в таком утонченном виде спорта, как бальные танцы, важна прежде всего дисциплина. Эдуард Крикунов уже много лет обучает детей спортивно-бальным танцам в Нижнекамске. Его ученики практически каждую неделю представляют наш город на различных соревнованиях. Несколько дней назад танцоры привезли очередной комплект наград. Ездил у нас три пары. Две пары танцевали в категории «Дети-2». Это Бадиргинов, Айарат, Багурина, Дарья и те, кто у нас привез именно кубки в Нижнекамск, Габидулина Мир и Закирова Камила. В принципе, на сегодняшний день это вот по клубу, это, в общем-то, самое результативное, самое выступающее. На турнире «Хрустальная туфелька» выступали спортсмены со всего Поволжья. 32 танцевальных клуба, поэтому конкуренция у нижнекамских пар была большая. Камила уже привыкла, что голливудская улыбка – залог успеха. Со своим партнером Амиром они танцуют всего год. За это время пара успела завоевать множество наград. Сильная соперника в сфере, но мы выиграли. Программа выступлений латиноамериканская и европейская. Важно передать смысл и чувство. Помимо этого, нужно уметь резко перейти от зажигающей самбы к грациозному венскому вальсу. А вот выступление другой пары Егора Пузанкова и Дианы Валиевой, к сожалению, успехом не обвенчалось. Ребята стали лишь шестыми из шести заявленных пар. Было тяжело. Категория юниора 1 плюс 2, Е-класс, шесть танцев. Сокращенно двоеборья, шесть пар, шесть танцев. С волнением справились, но выступили не очень хорошо. Ребята не падают духом и готовятся к следующим соревнованиям. За танцоров на турнире переживал не только тренер, но и родители, которые стараются всегда находиться рядом с детьми. Вместе они ровно год, будет сейчас юбилей. А так занимаются они уже четвертый сезон. И вот такие результаты. Мы, конечно, безусловно, более чем рады. Кубков у нас много. Но чтобы за один раз взять четыре кубка, это, конечно, победа. Спортивно-бальные танцы – это поистине красивый вид спорта, который пришел к нам из Средневековья. Чемпионаты мира ежегодно собирают тысячи зрителей. И публика наслаждается румбой, ча-ча-ча, венским вальсом, самбой и другими стилями. Аделья Сиразоварин, Адхарасов. Новости НТР. Двое выпускников Академии футбольного клуба «Нефтехимик» были удостоены разряда кандидат в мастера спорта. Футболисты «Нефтехимика-96» Адель Макасимов и Ярослав Волков активно привлекаются в состав первой и дублирующей команд. Ярослав Волков заявлен за команду мастеров «Нефтехимик». В сезоне 2014-2015 он принял участие в шести матчах. В свою очередь Адель Макасимов в этом году выступал в чемпионате Татарстана в составе дубля. Оба спортсмена получили разряд приказа Министерства по делам молодежи и спорту нашей республики. Пора полуфиналов. Постепенно подходит к концу кубок города по мини-футболу среди клубов ГФЛ. Сегодня в рамках 1-2 матч проведут ветераны и команда «Кондор». Оба коллектива пробились в четверку лучших благодаря победам в четвертьфинальных играх. Исходы всех матчей 1-4 вы видите на своих экранах. Отметим неожиданный вылет клуба «Яшлек». А вот так выглядят две полуфинальные пары. Компоненты «Союз-НК» свой матч проведут 21 ноября. Начало матчей в 9 вечера. Хоккеисты «Реактора» на выезде крупно обыграли ХК «Челны» в рамках регулярного чемпионата «МХЛ». На 10-й минуте встречи Максим Кутявин открыл счет в матче. Спустя 2 минуты Дмитрий Климашов забросил еще одну шайбу в ворота хозяев. Во втором периоде усилиями Мниховича и Павлова реактор довел счет до крупного 4-0. Последняя шайба в этом матче была заброшена в конце третьего игрового отрезка. Гадель Гумеров установил окончательный счет. 5-0 в пользу нижнекамской команды. Завтра подопечный Александр Соколова на родном льду проведут матч против Казанского «Ирбиса». Начало встречи в 6 вечера. И на этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды, а затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова